Всем привет, дорогие ребята! Ну что, пришло время объяснить мое долговременное отсутствие. В это время я ни в коем разе не отдыхала, а была на разведке и прожила несколько месяцев в Англии. Об этом сегодня и пойдет речь. Если вы хотите узнать интересные факты о жизни там, о людях, о привычках и о прочем, оставайтесь со мной. Поехали! Итак, начала я свое путешествие с Лондона. Мы там прожили примерно два месяца, вот, и сейчас объясню, почему. Во-первых, в Лондон, конечно, нужно обязательно поехать, если вы едете в Англию, потому что, ну, во-первых, это, конечно, столица этой страны, и там очень-очень много интересных музеев и прочего. То есть обязательно нужно пойти go sightseeing, пойти посмотреть на достопримечательности. Их очень много, сам центр старинный, очень красивые здания. Но вообще он немножко, знаете, я бы сказала, стереотипный, вот как я представляла Лондон, таким он и оказался. Все дома, в принципе, выполнены в таких очень сдержанных, темных тонах. И представьте, еще серое небо над головой, прям вообще. Сплошной позитив. Но на самом деле все это смотрится очень стильно и красиво. Но единственное, о чем хочу вас предупредить, город очень дорогой. Очень дорого даже путешествовать на метро, даже для туристов. У них там вся карта метро именно разделена по зонам. И стоимость поездки, fee, да, стоимость поездки отличается от того, из какого района вы выезжаете и в какой приезжаете. Вот, то есть за этим тоже следите. Но это все, в принципе, легко выяснить. Можно просто купить карту. Ну, называется она Oyster. Это наш аналог тройки, которая в Москве, там и в Питере стрелка она называется или как-то. Вот, в общем, просто туда можно денежку закидывать и не париться. Либо платить сразу с карточки. То есть с этим проблем нет. Вот, а теперь что же мне там не понравилось? Мне не понравилось, во-первых, обилие, обилие людей. Вот, серьезно, особенно летом. Мы там жили два месяца именно летних, июль и август. Это обилие туристов. То есть если вы туда едете как турист, приготовьтесь просто к толпам. London is overcrowded. Да, то есть переполненный людьми. В центре вообще не протолкнешься, и очень сложно попасть вот в эти все музеи, нужно стоять очереди и прочее. То есть будьте готовы к этому. Вот, это мне не очень понравилось. Еще будьте готовы к тому, что это место extremely multicultural. Невероятно многокультурное. Там очень много людей из совершенно разных стран. Это, с одной точки зрения, очень интересно, да, потому что можно посмотреть и пообщаться с людьми, которых вы, возможно, вообще больше никогда не увидите. Вот, потому что, естественно, там много людей и из Ближнего Востока, и из стран СНГ, и очень-очень много поляков, и очень много иммигрантов. То есть прям Лондон — это, наверное, концентрация иммиграции в Англии. Ну, потому что, естественно, это capital, это деньги, это карьера, это все. Еще одна замечательная черта в Лондоне — это обилие парков. На самом деле, живя в Москве, я думала, что наш город очень зеленый, что здесь много парков, аллей, бульварное кольцо, много лесозон. Я живу в очень зеленом районе. Но, когда я приехала в Лондон, я, конечно, была поражена. Огромный мегаполис, но, несмотря на это, там очень много больших по территории парков. Вот для сравнения, мы, например, жили в районе, который называется Иллин. Можете посмотреть по картам, если вам интересно. И у нас было около трех парков в районе. И, ну, это здорово. То есть, там очень красивые playgrounds, детские площадки, где детишки могут поиграть. Ну, и просто зоны для отдыха, там скамеечки и прочее. Вот, ну, единственное, конечно, шашлыки там жарить нельзя. Даже, по-моему, в мангалах нельзя жарить. Вот. Еще у них есть такие места, которые называются Commons. Они тоже прям по всему Лондону раскиданы. Это такое открытое, открытое пространство. Просто, по сути, газон постриженный и со скамеечками тоже, где можно прийти, посидеть, отдохнуть, там книжечку почитать и прочее. Вот. Ну, для меня это было очень здорово, при учете того, что когда я только приехала, мне особо делать было нечего. Вот я сидела, восполняла свои книжные пробелы, скажем так. Вот. И, кстати говоря, просто хочу похвастаться, на самом деле я об этом узнала, когда я уже приехала обратно. В нашем районе, Иллин, где мы жили, оказывается, жил Фредди Меркьюри. Ни много, ни мало. Это здорово. Да, вот с такими людьми как бы намного десятилетий позже пересеклась моя жизнь. Ужас. Вот. Дальше. Почему мы уехали из Лондона? Ну, как я уже упоминала, очень-очень дорого. И иногда это просто ridiculous. Смешно, действительно. Потому что мы платили огромные деньги за accommodation, за наше жилье. И, ну, просто смысла не было. Мы не жили в каких-то фешенебельных апартаментах и решили, в общем, что пора с этим завязывать. Нужно зарабатывать деньги, нормально жить. Вот. И решили переехать, искали работу и нашли в Уэльсе, в Кардифе. Кардиф – это столица Уэльса. Уэльс, кто не знает, это тоже страна по соседству с Англией, которая входит в Соединенное Королевство. Вот. Но туда мы переехали не сразу. Мы поехали сначала в Бирмингем. Пожили там около месяца. Ну, не в самом Бирмингеме. Это тоже был как бы пригород. Бирмингема, местечко называется Канек. И чем оно замечательное, что там огромное лесное пространство, которое занесено в лист, который называется Areas of Outstanding Natural Beauty. По сути, это лист разных природных заповедников, которые охраняются, ну, королевством. То есть, какими-то органами природными, которые за всеми этими делами смотрят. Вот. И это действительно outstanding. Это действительно выдающийся, невероятный, захватывающий дух, красота. Лесные просторы там просто огромные. Ну, конечно, с нашей Сибирью не сравнится. Нет, ребят, я никто. Вот. Ну, просто действительно очень поразительные и замечательно красивые места. Вот. И там как раз я повстречалась с животными под названием Дия, олень. И узнала, что, оказывается, Дия – это олень-самочка. А вот олень, который мальчик, называется у нас стэг. Да, вот с рогами. Дия – девочки. Стэг – мальчики. Что удивительно, что Дия – неисчисляемое существительное, а стэг можно посчитать. Вот. И про сам Бирмингем, что бы я хотела сказать. Это очень тусовочный город. Там вообще в пятницу, мне кажется, у всех сносят крышу. Хотя, казалось бы, Лондон, да, столица. London never sleeps. Но нет, в Бирмингеме, конечно, там ребята зажигают прямо по полной. Он удивительный город, наверное, своей архитектурой, потому что там прямо намешаны-намешаны разные стили. Вообще он сам по себе составлен из маленьких каналов. И раньше он был таким торговым центром в Англии, да, потому что соединял очень много вот торговых путей своими каналчиками. И каналы остались, но теперь там можно… Там ходят эти лодочки тоже, как вот очень похожие, как в Венеции ходят такие узкие гондолы. И на этих лодках можно отметить свадьбу, просто потусоваться, попеть в караоке, все что угодно сделать. Вот, а мы там завтракали на одной из этих лодочек. Вот, и советую вам, естественно, когда вы туда приедете, попробовать местной еды. Завтрак, full English breakfast, да, полный английский завтрак, состоит из сосисочек и яшенки глазуни, поджаренных… Ну, не поджаренных, они просто, на самом деле, подогретые бобы в томатном соусе и бекон, конечно же. Очень сытный, очень жирный завтрак на любителя. Мне вообще на самом деле английская еда не вся пришлась по вкусу, особенно меня, конечно, вогнало в ступор. Такие блюда, вы наверняка все знаете fish and chips, да, это рыбка с картошечкой фри. Так вот, эту рыбу обваливают сначала в кляре, который называется batter, то есть она battered fish, рыба в кляре. Так вот, в этом кляре еще могут вам обвалять марс, баунти, мороженое, все что угодно. То есть обваливают это в кляре и потом кладут в масло. Вот на это я вообще не решилась. И еще я не решилась на pickled eggs. Это замаринованные яйца, вареные. Я вообще, ребята, я вообще не представляю, как можно открыть эту банку. Мне кажется, просто от запаха уже тебя сносит. Но я, честно говоря, не видела, чтобы люди ели это дело, но в магазинах продается. Ну, кто интересуется такими вещами, пожалуйста. Вот, а вообще, на самом деле, кухня английская очень похожа на русскую, просто они готовят немножко по-другому. Это та же картошка, это та же свинина, это те же овощи, все жареное, либо запеченное. Просто вот немножко другие способы готовки, и все. А так очень похоже, тоже такая плотная, как мы любим. Вот, и эту еду можно назвать fattening, fattening food, то есть жирная такая очень питательная еда. Но единственное, мне очень нравилось, у них есть такой традиционный, как бы, воскресный пир, как они его называют, sunday roast. Приходите в pub, и pub это обычно, ну, это как бы целый дом. Сначала вы заходите, там стоит бар, барная стойка, там можно выпить, заказать какой-нибудь еды. И еще обычно у них, проходите дальше, есть место, которое называется cavalry. Вообще, cavalry – это способ приготовления и подачи мяса. Это три разных куска мяса, запеченные именно в духовке. Индейка, свинина и что-то еще. Может быть, телятина, либо говядина, уже не помню. Вот, вам отрезают кусочек от этого мяса, и потом вы можете выбрать гарнир, какой хотите. Это уже как самообслуживание, то есть мясо заказали, берете и идете там себе овощей накидывать и так далее. И обязательно не забудьте про подливку, gravy. Подливка там очень вкусная, я бы только ее ела. Вот, это очень вкусно на самом деле. И, ну да, для воскресенья, чтобы пожрать на неделю вперед, как раз-таки подойдет. Вот, да, это про еду, господа. А дальше, как я уже говорила, после Бирмингема мы поехали в Уэльс. Жили мы не в самом Кардифе, опять же, мы все что-то по деревенькам нашутало. Жили, до Кардифа ехать было минут сорок, наверное, на поезде от того места, где мы жили. Вот, но место, конечно, вообще волшебное. Мы жили в долинах. На английском это звучит как valleys, долины. То есть представьте, вот место, такая низина, и все вокруг окружено холмами. Красота, конечно, неимоверная. Очень мне было тяжело оттуда уезжать. Единственный недостаток, это, конечно, ветра. Ветра, это вообще, на самом деле, мне кажется, даже с московским морозом тамошний мороз вообще не сравнится никак. Точнее, московский мороз не сравнится с тамошним, потому что там как подует ветер, если, дай бог, еще пойдет дождь, то все это до свидания. Меня даже не спасал мое зимнее пальто, мне было все время очень холодно там. Так что готовьтесь к этому, если вы едете либо осенью, либо даже весной. Ветра там очень сильные по всей Англии, и очень холодно. Ну вот, люди из Питера меня поймут, и те, кто был там вот в такое время, очень холодно, ребят. Так что одевайтесь тепло. Валийцы отличаются очень сильно от англичан своим дружелюбием. И иногда они даже over-friendly, они слишком дружелюбные, и это может вас немножко раздражать, потому что у них на самом деле частенько просто не закрывается рот. Они очень chatty, они очень любят поболтать, очень любят рассказать про своих сестер, братьев, сватев, про всю свою жизнь, про то, как от них ушла жена, он нашел себе другую. Ну, в общем, я там знала истории, наверное, мне можно было роман писать на самом деле. Вот что ж я пропустила момент славы своей. Но мне там понравилось намного больше, я чувствовала себя намного комфортнее. Но опять же, смотрите, есть все-таки Англия, есть Уэльс, есть Лондон. Лондон — это вот отдельное явление. То есть если вы едете в Англию и хотите узнать именно английскую культуру, это не Лондон. Нужно ездить именно по стране, чтобы посмотреть, познакомиться с культурой, пообщаться с людьми и прочее. Лондон — это, ну, наверное, как Москва, возможно, можно эти города сравнить. Это огромный мегаполис, все куда-то спешат, все куда-то бегут. Так что, да, если хотите узнать реальную культуру, надо немножко попутешествовать. Вот насчет транспорта, кстати, там транспорт не очень удобный. Метро в Лондоне, конечно, меня вообще сразило на повал. Но оно самое старое, да, самое первое, открывшееся в Европе, поэтому понятно. Но это такие катакомбы, ребят, вообще. Я там разбиралась, наверное, целый месяц. Серьезно, вроде, знаешь, английский, знаешь, все выходы, входы, куда и как. Вообще я постоянно там терялась. Ну, может быть, это просто мой кретинизм доброчтенный. Но метро такое сложное, и оно очень глубоко находится. Поэтому тоже будьте аккуратны. У людей, у которых сильный перепад давления бывает, которые влияют на это, вы можете это почувствовать. Я на себе чувствовала лично. Но там еще просто лето было душное. Вот мне было немножко плоховато в метро. В общем, об Англии, что бы я вам хотела сказать, это первое. В первую очередь, это обилие акцентов. Я вообще не ожидала. Я знала, что там очень их много. Но что их в таком количестве много, конечно, меня это поразило. И вот вам яркий пример. Когда мы жили под Бирмингемом, вот в местечке Канок, там буквально можно дойти за 15 минут до другого места. Уже не помню, как оно называется. Буквально пешком 20 минут туда идешь, там уже другой акцент. Как? А главное, зачем? Ребят, акститис! И очень было сложно некоторых людей понимать. Особенно, знаете, мне почему-то очень тяжело дался акцент из Ливерпуля. Я вообще только по интонации поняла, что человек меня спрашивает, что он мне задает вопрос. Я просто мило улыбалась и говорила. Окей! То есть, к акценту будьте готовы. Даже в самом Лондоне их несколько штук. Но в основном все говорят как бы на standard English. Особенно, если видят, что вы туристы и теряетесь в английском. Да, не очень уверенно знаете. То они все переходят на standard English и стараются медленнее говорить. Так что вообще не бойтесь. Люди там очень приветливые к туристам и всегда готовы помочь. Так что вообще насчет этого не переживайте. Вот там как раз ваш языковой барьер снимется раз и навсегда. Еще что, в общем, об Англии хотелось бы сказать, наверное... Ну, о королевстве, да, так как я все-таки в двух странах побывал. Это дождь. Дождь это, ребята, вообще... Я впервые в жизни поняла, что такое горизонтальный дождь и что такое вообще возможно. И, да, ну так как это остров, конечно, там просто нереальные потоки какие-то с неба падают. И для этого явления у них есть много названий. Вот я вам приведу некоторые примеры. Есть a fine rain. Это вообще, я не знаю, я бы не назвала это дождем, конечно, но это какая-то некая субстанция, которые... Вот это маленькие, милипусечные просто капельки, которые падают сверху, соответственно. Но такое ощущение, что это туман. Но это дождь. Это именно дождь. Fine rain. Очень мелкий. И если вот идти, можно, в принципе, особо не промокнуть. Но если долго под ним находиться, можно прям до нитки. Вообще удивительно. Совсем офигели. Вот, дальше еще есть shower. Shower, как душ, непродолжительный дождь. Да, душ бывает продолжительным, у каждого свои привычки, но shower это именно непродолжительный дождь, который раз, пошел и закончился. Вот, следующее. Есть еще drizzle. Drizzle это просто легкий дождь, а не сильный. И еще есть missle. Missle это дождь с туманом. Какая разница? И, например, еще есть sleet. Слит, ну, это град, в принципе. I see rain. Град. Вот. Но, естественно, люди так не говорят, да, они не говорят там Oh, fine rain. Oh, it's drizzling. Никто так не разговаривает. Вот вам некоторые выражения, которые вам помогут описать дождь. Ну, даже у нас, да, у нас же тоже разные бывают. Сильный дождь это It's pissing it down. Да, то есть льет. It's pissing it down. Или It's hammering it down. It's hammering it down. Да, идет просто стеной сильный дождь. Или еще можно сказать It's raining sidewalks. Sidewalks это стороны дороги, да, то есть прям льет так, что заливает всю дорогу. И Проворожение Ребята, забудьте о нем, пожалуйста, оно устаревшее, так уже никто не говорит. Вот, вы можете это встретить в книжках, естественно, в литературе, но в современном английском языке эта идиома уже считается устаревшей. Будьте внимательны. Вот такие дела. Да, и еще, наверное, последнее, что я бы хотела сказать об Англии, это футбол. Если вы болельщик футбола, обязательно поезжайте в Англию, зарядиться атмосферой. Я там была только, к сожалению, на одном матче и не самым успешным. Ну да ладно. Но все равно это атмосфера, которая творится на стадионе. Как ребята там кричат, какие там кричалки они придумывают. Придумывают прямо на ходу, прямо на стадионе. Все веселые, все друг с другом. Ну, атмосфера просто невероятная. Люди там живут футболом. Saturday, суббота, это святой день, потому что в субботу очень много матчей. И, кстати говоря, интересный тоже факт, что в субботу запрещено показывать футбол по телевидению. По всему. По кабельному, не кабельному, по центральному, в пабах и прочее. Это незаконно. Почему? Ну, просто загоняют людей на самом деле на стадионы, чтобы стричь денежки. Вот. Но выход можно найти с любой ситуацией. Это, в принципе, все, что я вам хотела рассказать, с чем хотела поделиться с вами. Оставляйте свои комментарии. Может быть, у вас остались какие-нибудь вопросы. Мы обязательно на них ответим. А я вам желаю успехов и побольше путешествовать. See you soon. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok